Пчеловодство По значению Цветочная пыльца это собственно та пыльца Которая вырабатывается цветком для опыления А пчелы используются Как инструмент этого процесса Но они это делают не по доброте своей душевной А дело в том Что пыльца это является основным Белковым кормом Который пчелы используют для выращивания Потомства То есть для выкармливания личинок Получается пчелки летая от цветка к цветку Перенося собственно на себе Эту пыльцу Дело в том что Тело пчелы покрыто мелкими волосками То есть пыльца переносится На всем теле Я почему-то всегда считал что На лапках у них есть всегда такие Да на лапках это пыльца Которую они уже сформировали В специальные комочки И в свои сумочки сложили Это называется обножка А так пыльца налипает на пчелу Когда она в цветке копошится И уже потом умываясь скажем так Собирая лапками ее с себя Пчела смачивает ферментами своей слюной И формирует такие комочки Вот собственно Да вот такие вот Я если честно вчера Когда готовился кефир Думаю боже что это за на фотографиях за камни Оказывается это пыльца Друзья я чуть другое Представление о ней Да вот такая вот обножка Вот пчела Каждая несет по две вот такие вот штучки Одна на одной лапке Другая на другой Как быстро формируется И скажем так По вот такому продукту Сколько он может храниться Значит пыльца Дело в том что Это самый лучший И насыщенный Витаминно-минеральный комплекс Который можно только придумать Любые искусственные таблетки Препараты отдыхают И нервно курят в сторонке Таблетки для чего И от чего скажем так Для поднятия иммунитета Витамины и минералы Также пыльца насыщена Многими аминокислотами Некоторые из которых Незаменимы для человека То есть по большому счету Это источник Всего что нам необходимо Для здоровья И поэтому в плане хранения Она очень нестабильна Потому что все эти вот микроэлементы Особенно аминокислоты И витамины Очень быстро распадаются То есть даже в идеальных условиях Хранение у нее не больше года То есть тут уже не так Как с медом Который можно хранить годами Главное правильной упаковке Именно Тут все намного сложнее И скажем так Есть несколько способов Ее хранения Прежде всего Это консервация медом То есть вот можно Свежесобранную пыльцу Да в принципе И уже сухую Можно смешать с медом Где-то один к одному В пропорции Тогда она больше сохраняет Своих полезных веществ И ее легче хранить Но и употреблять еще вкуснее Ну и употреблять вкуснее Да Но это скажем Для личного пользования Потому что Когда объемы большие Сложно проводить Такие манипуляции Поэтому пчеловоды В основном пользуются Таким способом Консервации Как сушка То есть есть специальные Сушилки В которых пыльца Доводится до определенной Концентрации И высушивается Чтобы не было Лишней влаги Тогда она тоже Хранится Нужно в течение Примерно года Но и то Год это много Уже за полгода Практически половина Всего полезного В ней теряется Если такой продукт Скажем так Скоропортящийся То я так понимаю Что и весьма эксклюзивный То есть его В какой-то сезон Достать будет нереально Его продают всегда Но весной Март Апрель Брать лучше не стоит Потому что Ну это будет просто Белковая еда С минимумом Чего-то полезного Если она законсервирована Заранее медом Тогда конечно Не вопрос То есть по сути Запасаться стоит Летом Осенью И скажем так Пропорция один к одному Консервировать с медом Да Для себя уже Да А если говорить о пыльце У нас есть еще Вот такой прибор Я так понимаю Что это уже То благодаря чему Мы у пчел Отбираем Так и есть Этот прибор Называется пыльцо-ловитель Принцип его работы Пчела летит в улей А он стоит у нее На пути Она должна пройти В ячеечку Чтобы залезть в улей Но у нее уже на лапках Эти вот пыльчинки И они мешают Она пролазит Проталкивается И сама проходит А пыльца опадает Я понял О пыльце У меня еще вопрос Следующий по поводу Пыльцы Это чаще всего аллерген Как здесь быть Если у человека Есть аллергия На ту или иную пыльцу Того или иного растения Эта аллергия И сохраняется Скажем так Если употреблять Уже вовнутрь Дело в том Что тут Несколько иной Механизм действия Аллергия на пыльцу Проявляется В основном При попадании В дыхательные пути Именно мелкой пыльцы Которая на цветке Эта же пыльца Она уже обработана Пчелами Она сформирована В эти вот Комочки И поэтому Принцип действия У нее немножко другой И зачастую Если даже есть Аллергия на пыльцу Обычную То на эту может не быть Но опять же Это нужно проверять Индивидуально Что проверим Пожалуйста Я хотел бы попробовать Во первых В каких количествах И как если вот такой вариант Скажем так сушеный Как его правильно употреблять Значит Как и любой продукт Пчеловодства В принципе Для наилучшего Усваиваемости Лучше употреблять Утром натощак Где-то за полчаса До еды Брать в рот И рассасывать До полного растворения Потому что Лучше всего Когда впитается В слизистую оболочку Если попадет в желудок Ну Вы просто покушаете А чтобы получить Весь набор Полезных веществ Нужно именно Чтобы растворилось Во рту Я понял Тогда эксперимент Во время нашего разговора Не получится После растворения После растворения После растворения После растворения Вы будете заняты Больше того Я смотрю Что вот Есть у нас Такое еще От вас Небольшой Как ликбез По поводу того Как правильно употреблять Еще вот вода Хранение И так далее Что с водой Запивать Не запивать Разбавлять В том то и дело Что не рекомендуется Запивать Потому что вы сразу же Опять же смываете Со всей слизистой Все полезное И толку нету Скажем так После того как Будем считать Что это у нас Такие конфеты Для рассасывания Да А сколько после этих конфет После этой пыльцы Не стоит либо кушать Либо пить Минут 20 Хотя бы минут 20 Вот друзья Идете на работу Можете с утра Взять пыльцу И как раз на работу Вы придете уже Бодренькими И свеженькими И вот так На самом деле Новое для себя Открываем Оказывается Не только мед полезен Но общего Вырабатывают еще Очень много всего Вам спасибо большое За сегодняшний эфир Рассказали Если честно И открыли мне глаза На что-то новое Я думаю Для некоторых наших телезрителей Тоже